здравствуйте друзья меня зовут александра постнова я рада приветствовать вас на канале закорнял цветочник сегодня мой волшебный оператор очень устал и когда увидела что еще хочу снимать ролик про хлорофитум начала бухтеть и говорит на что в нем такого обычный хлорофитум у тебя уже есть ролики и зачем ты снимаешь ну я сделала непроницаемое лицо и притворилась что я этого не слышу и она увидела красоту хлорофитум и хлорофитум у нас сегодняшний герой это хлорофитум комосум вот он приходит под таким названием хлорофитум комосум пестролистный есть все-таки в нем отличие по форме листа к сожалению у меня нет обычного пестролистного хлорофитума сейчас для сравнения но тем не менее поищите ролики у меня на канале может быть людо даже не поленится и сделать подсказочку на ролик про самый первый хлорофитум который я снимала но отличие действительно есть и тут написала одна девушка с просьбой привести каких-то их хлорофитума в коллекцию написала перечень сортов которые я вообще первый раз слышу связи с этим вопрос люди вот как так получается что цветоводы делятся на две части ну я бы сказал на две части принципиальные первое который приходит и говорят у меня такое растение такое но вот такое вот зелеными листьями вы правда не понимаете как она скажите как она называется ну вот она такой вот зелеными листьями но что правда не понимаете им так хорошо объясняю а вторая часть который хлорофитум не хлорофитум эти приемным и стендапсус это прям кардинально противоположные вещи там я не знаю одну букву исковеркаешь все клубень луковицы назовешь там целая драма господи и вот я так понимаю что среди этих людей водится еще такая подразновидность который недостаточно иметь просто растения какие-то которые вот им откликаются по душе а людям хочется собирать какие-то коллекции они сидят ищут в интернете странные названия но поверьте за там был перечень по моему с 10 сортов я за 17 лет профессиональной деятельности ни одного из этих сортов не встречала я не удивлюсь если это либо перевранное название либо ни одна девушка написала про какой-то жемчужный что ли хлорофитум или голубой хлорофитум я пошла смотреть а там искусственные крашеные травки пластиковые в интернете и под ними написано что-то хлорофитум жемчужина такого растения вообще в природе не существует откуда вы все это берете зачем вам это такой огромный ассортимент более там по му шести тысяч наименований у голландских садовников растений но неужели с таком многообразие на квартиру или дом даже на 10 домов и не сможете составить интересную коллекцию зачем сидеть интернете рассматривать мне как-то так сложилось то как только начинаю снимать про хлорофитум выплывают у меня в голове какие-то мифы нашей древней родины про растение я конечно очень возмущаюсь не знаю поняли ли что я сейчас возмущаюсь или нет но я надеюсь я передала поскольку мне вот это непонятно вот честно то есть я все-таки на стороне тех у которого с зелеными листьями он понятия не имеет что это за растение но но не прекрасно растет отлично себя чувствует то что он не морочит себе голову клубни там у него какая у него корневая система а что там за белые жучки и забегали и прочими глупостями просто не забивает у него зеленая с листьями она растет и хорошо себя чувствует то же самое про хлорофитума если вам нравится это растение если вы любите декоративные листины если вас вот прям возбуждает вид его листиков нравится от эти детки которых он выпускает то конечно можно начать собирать коллекцию но отлично я в свой магазин привозил уже наверное сортов 8 но ни одного к сожалению из тех которые у меня попросили очень жаль помочь не смогу есть у меня еще в загашнике один ролик про хлорофитум океан снят уже давно но ждет своего звездного часа когда я привезу в очередной раз океан я тогда вам его покажу обязательно поэтому не удивляйтесь если вы вдруг увидите меня лысый или еще какой-нибудь со мной все в порядке просто это старый ролик так хлорофитум кто-то говорит что это самый неприхотливое растение кто-то говорит что это каприза редкостная со мной хлорофитума живут очень плохо не знаю я так предполагаю вот я тут анализировала ситуацию последний раз я так понимаю что я его под заливаю немножко потому что я люблю проливать достаточно обильно растения ну кроме суккулентов а его нужно подсушивать очень мощная корневая система здесь этого не видно но тем не менее вот толстые такие клубнеобразные бульбочки у него на корнях бульбочки белый толстый почему я не рекомендую его в подсадку к другим растениям поскольку за счет своей мощной корневой системы он их просто забьет вот к сожалению не передать это на камеру никак но вот здесь одна сплошная корневая система она прям хорошо прочим прощупывается через тонкий пластиковый горшок и примерно как у змеокулькаса как змеокулькаса распирает горшки также хлорофитума распирает если вы не хотите каждые полгода пересаживать своего красавца или каждый год во все большую тару просто вынимаете 3 корни обрезаете сажаете обратно и будет вам счастье хлорофитумы как ни странно растут хорошо во всяких медклиниках школах ну то есть я так понимаю тусовочный парень вот кстати я получил сейчас ответ на свой вопрос почему у меня хлорофитумы не живут то что у нас семья интровертов мы каждый сам по себе тусим очень редко гости бывают редко мы явно просто не хватает компании точно поэтому если вы компанийский человек это ваше растение но помните это любимец не только людей но и кошек кошки прям его фанаты но не в плане любоваться конечно в плане поесть потому что я так понимаю содержится много в нем чего полезного хлорофитумы у нас подвержены трипсом как я тут выяснила мучнистый червец и крайне редко паутинный клещ значит рассеянный свет опрыскивать его не надо растет он как сорняк если он у вас растет если он у вас не растет вы можете убиться лобом об стену расти он не будет ну либо собирать от хороводы можете попробовать если вы не пробовали раз вы там несколько дней водить хороводы составлять ему компанию может быть тогда он заколосится наверно питается человеческой энергетика что ли не знаю но вот эти вот все на мой взгляд лично это только моя точка зрения бред не по поводу того что хлорофитумы очищают воздух от тяжелых металлов друзья биология наша все любимые и не любим но почитайте вообще как происходит процесс жизнедеятельности растений за счет чего они живут что они едят что они пьют как они дышат и каким образом они могут из воздуха тяжелые металлы фольма чего-то там только не надо сейчас кидать меня ссылками на исследование наса я вам могу в ответ сказать а вот британские ученые доказали что это не так все на этом наш высокоаргументированный спор будет закончен потому что из нас а это просто я к чему говорю у меня по первым роликом патрухлорофитум целый батл там просто случился начали драться подушками кидаться камнями помидорами тухлые яйца вход пошли боже мой все кричали да что ты такой говоришь лысая женщина вот наса исследовала я не пленилась пошла нашла исследование насу начнем с того что нас эта организация которая занимается космическими исследованиями и все что они делали это исследование вакууме в условиях космоса мы живем не вакууме не в космосе не в закрытом каком-то микромире нет но может быть и конечно приходя домой надевается на себя стеклянный колпак а у вас там внутри растения но тогда другой вопрос у вас там наверное тяжелый металл и водится которые забирают оттуда хлорофитум и тогда возможно да но друзья не верьте никому включайте критическое мышление но сильно нам облегчает жизнь и так вот этот разновидность у нас хлорофитум комосум пестролистный не знаю бывает не пестролистный или нет привезу расскажу красавчик необыкновенный сочные жирные листики отличается по цвету листа видите темное вкрапление вот новый лист у нас идет салат веньки у него серединка ну и соответственно чем старше лист тем белее окоемочка по форме листа отличаются они ну правда отличаются все то есть садовники не придумывают одно и то же название к разным сортам может быть как-нибудь у меня будет несколько сортов одновременно я тогда вам поставлю их в рядочек и наглядно покажу поэтому хотите много зелени если у вас нет жирущих все вокруг котов обратите внимание на этого красавчика и помните днем растения вырабатывают кислород ночью поглощают кислород вырабатывают углекислый газ вот и все что нужно знать о растениях для тех кто хочет узнать об уходе ищите ролик ну или люди намекну что можно сделать ссылочку чтобы посмотрели там я рассказала все достаточно подробно на этом я с вами прощаюсь с вами были я и хлорофитум но посмотрите но посмотрите но посмотрите какая красота еще он вот так вот шуршит феерически хлорофитум лаксу пастролистный спасибо что досмотрели нас до конца и надеюсь до новых встреч